Друзья мои, дорогие мои, приветствую вас на своём канале. Вы знаете, очень захотелось сделать небольшой эфир, потому что уж больно интересная ситуация произошла. Я Алексей Навальный 4 августа, то есть сегодня, получил дополнительных 19 лет тюрьмы. Те, кто со мной давно, кто на моём канале, как говорится, отдыхает, смотрят мои материалы. Если нет, можете посмотреть. Просто в поисковике наберите «Зоя Климюк» Алексея Навальный, и вы посмотрите мои материалы. Я уже говорила, что президентом не будет, и что отравление – это не работа спецслужбы. В общем-то, всё много-много-много интересного я говорила. И вот сегодня как-то очень интересно прозвучал вот этот приговор «19 лет тюрьмы». И я тоже делала как-то материал и говорила о том, что сидит человек, пусть сидит, и глядишь бы, он вышел. Так нет же, кто-то на этом пиарится и зарабатывает деньги. И это, конечно же, жена и дочка там, по-моему, у него есть. Почему я вышла в эфир? Что меня здесь как бы не то, что насторожило, а в целом заинтересовало? Во-первых, здесь не надо... Ну, действительно, судьба на пальцах. Давайте разбираться. Так, сейчас я это убираю. Сейчас, мои хорошие. Сейчас я вам дам пищу для мозга, так сказать. Вот это. Хорошо видно? Сейчас я это увеличу. Простите, что на коленке, но, по-моему, всё видно, да? Во-первых, что-то очень тормозит, и как-то интересно работает интернет. Подтормаживает. Во-вторых, даже тот прогноз, который я делала, почему-то последний прогноз «рыбы» не сохранились. Хотя показывает 26 минут, а на экране 17. Я к тому, что могут быть какие-то задержки. Итак, Алексей Навальный. Вот у нас товарищ Алексей Навальный. Родился 4 июня 1976 года. В 2023 году, то бишь сейчас, буквально вот в июне, он отметил 47-летие. А это его штрих-код судьбы. Очень-очень сильно напоминает Мавроди. Я не буду сейчас уже тут его просчитывать. Может быть, если хотите, поищите его матрицу. Там всё-всё-всё будет вам понятно. Итак, что, почему? Почему на пальцах? Почему на пальцах? Штрих-код судьбы 47 лет. Вернее, 47-42 четвёрка. Друзья мои, у кого в штрих-коде судьбы или же даже в дате рождения есть четвёрки? Это очень сложная такая дата, очень сложная цифра. Во-первых, тут же у меня на ум приходит это Михаил Ефремов. Помните, да? Вот, кстати, надо будет его просчитать с этой точки зрения. И смотрим. Он осужден был в 2020 году. 2020 год. Сейчас я... Секунду. У меня будет калькулятор. Я хочу, чтобы вы что-то немножечко всё-таки, ну, может быть, постигли. Хотя бы себя просчитаете. Итак, 2020 год минус, отнимаем дату, 1976 год, 44 года человеку. 44. В 44 года, то есть, вот вам, пожалуйста, его осудили. Четвёрки. Во-первых, у него по судьбе, в «Матрице судьбы» есть указания на падение с высоты. Но у него, правда, там есть пребывание, как бы вам правильно сказать, в изолированных работах, в изолированных каких-то помещениях. То есть, мы понимаем сейчас, что это тюрьма. Но если бы, например... Вот я сегодня делала «Матрицу» молодому человеку, 15 лет. И тоже там есть указания. Но там, да, там чётко есть указания, что или-или, как говорится. А так, вообще-то, можно найти этому массу каких-то моментов. Это может быть и какая-то поликлиника, это может быть и больница изолированная. Но здесь нет. Это тюрьма. И, казалось бы, здесь должно быть указание полностью на заключение. То есть, тюремное заключение, никаких вопросов. Но там работа идёт. То есть, по большому счёту, человек, работая в тюрьме... Ой, находясь в тюрьме, он там работает. Потому что вот эта команда девушек, его семья, они по-прежнему зарабатывают, скажем так, деньги. Ну, вот меня больше всего... Смотрите, в 44 он... В 2020 год он сел. В 2023 минус 1976. Вот вам получит деревня «Трактор». 47 лет. 47 лет. Это я свожу некий его... То есть, вот штрих-код. Начало штрих-кода очень-очень много значит. Это однозначно. Вот партнёрство у него здесь. Можно взять семёрочку. Поддержка судьбы здесь напрочь, друзья мои, отсутствует. Здесь вот судьба, его поддержка судьбы, она в изоляции находится. Видите, штрих-код между четвёрками. Я не хочу углубляться слишком глубоко и давать вам профессиональную какую-то информацию, потому что вы запутаетесь и не поймёте этого. Теперь что интересно. Вот это вот нам теперь ещё интересно, да? Сумма. Что мы видим? В 2022 году ему было 44 года. Из 42 лет он уже, в общем-то, мы его узнали. Вот два года – это такого активного труда в соцсетях. Это против власти, против всего на свете. Ну и чего греха таить. В общем-то, ему как бы удалось. Правда? 44 плюс 2 – это что у нас шестёрка? Вот она, шестёрка. Пожалуйста. Вот семёрка. Понимаете, о чём говорю? Как интересно. На что ещё хочу обратить внимание? Если брать возраст, то есть вот это 12 лет, вот это где-то 24-22, это где-то 36, а это 48 лет двойка. Посмотрите. Двойка – 48 лет. То есть вот эта дорога, которую предполагала двойка, то есть идти в какие-то рамки. Вот смотрите, тут 2020 год тоже совпадает, да? И, то есть эта двойка, она, то есть смотрите, 12, 24, 36, 48, ему 47. Он переходит на уровень четвёрочки. К сожалению, судьбу действительно не объедешь, и это штрих-код судьбы, и то, что происходит, это всё происходит у него. Вот просто можно просчитать на пальцах. Ну как такое может быть? Вот вы мне, пожалуйста, скажите, как такое может быть? Число души у него шестёрка. Выйдет ли он? Да вряд ли, наверное. Почему? Потому что рискну я, наверное, вам дать информацию. Именно сейчас вот этот период, он самый-самый судьбоносный. Вот его возраст, по большому счёту, сколько он может прожить? 47 лет, понимаете, о чём говорю, да? Ну, здесь может быть плюс-минус пара лет. Что меня насторожило? Я потом посмотрела, как астролог, матрицу не хочу смотреть, не хочу даже энергию на это тратить, потому что здесь всё-всё настолько просто, что просто вы не представляете. Итак, срок он свой получил, сейчас секундочку, с 30-го, так, здесь у него Луна и Меркурий. Хороший, кстати, был период у него. Но он мог пострадать от мошенничества или воровства со стороны других лиц. Мошенничество и воровство от других лиц. Я на эту тему уже делала, не помню, сколько времени прошло, но я давала уже материал, я говорила, Господи, да оставьте вы его в покое, пусть сидит. Человек сидит на нарах, а в соцсетях такое впечатление, что он там где-то как Путин сидит, ведёт диалог со всем миром. Перестаралась жена с дочкой. Я не знаю, как там будет дочка проживать этот период, надо вообще-то было бы её просчитать. Сейчас я гляну, у меня интернет хоть тянет, ребята? Вроде тянет. А я вас попрошу, дорогие мои, кто слышит, найдите в интернете даты рождения дочки его, если можно. У меня где-то это всё есть, но энергию считывать информацию не хочу. Как-то уже ночь, и не надо этим заниматься. Теперь что же будет с Навальным? Всё, как говорят, ваша карта бита, и вот это вот он пострадал, то, что сказано от лжи, от лицемерия, от обмана. Это хороший период был для какой-то литературной, для, может быть, научной работы, но для бизнеса тоже хороший период. Значит, он был в теме, как говорят, и этим бизнесом он занимался. Так что здесь крути-не крути, а человек, скажем так, шёл целенаправленно. Ну, такова судьба, понимаете? Иногда мы даже не понимаем и не осознаём. Далее. Здесь солнышко прогрессивное соединяется с Сатурном, и здесь оно будет находиться где-то по июнь 25-го года. Запоминаем, запоминаем даты или же запоминаем информацию. Это падение с высоты. Ну, вы понимаете, с какой высоты. Кто-то чтит Навального, кто-то молится о Навальном или на Навального. Но падение с высоты – это с высоты того статуса, в который он попал. Потому что здесь уже всё. Его, во-первых, переводят там ещё куда-то, в какую-то другую колонию. И в целом вот то, что сейчас произошло, это равносильно с землетрясением в Турции, если хотите. Понимаете, да? Это цунами. Это кораблекрушение. А здесь крушение судьбы. И что, чего надо ждать? Его раздавили. Его, он, вернее, он упал и, в общем-то, скажем так, разбился. По большому счёту, уже начиная с мая 23-го года. Что будет по июнь 25-го года? Я… Это депрессия. Это меланхолия. Во-первых, он очень больной. Жутко больной. Там панические атаки, там психологии нет. Там всё. Это уже, простите меня, это уже не человек. Это нормальный диагноз для человека, который прошёл такой тяжёлый путь. Далее. В чём же зависит пагубность? Во-первых, здесь у нас испытания опять. И вроде как бы эти испытания закаляют, но это тот период во всех отношениях жуткий, тяжёлый. Это болезни. Здесь подтягиваются ещё болезни. Там и аллергии, и всё, что хотите на нервной почве. Это депрессивное состояние. Это панические атаки. Это жизненные испытания. И здесь есть указания на вероятность смерти. Есть ли такое, вот эта вот вероятность смерти? Потому что я не вижу, скажу вам честно, никаких смягчающих обстоятельств. Просто не вижу. Единственное, что какой-то чуть-чуть такой благоприятный период – это сентябрь, ноябрь 23-го года. Где-то в октябре что-то там будет. И опять какая-то выгода в делах, и опять завязывается бизнес. Давайте попробуем не предсказать, не будем пророками. Давайте угадаем, да? Жена с дочкой получат бабло. Друзья мои, ну я, конечно, понимаю, что деньги не пахнут. И как бы на что он надеялся? На что? Ещё. Это вот такой благоприятный для него период. С 6 января 24-го года, где-то до середины марта 24-го. Вероятность того, что мы где-то прочитаем, услышим, это где-то начало февраля, может быть, до середины февраля. Это очень тяжёлый период. И, во-первых, когда человек впадает в такое, как бы вам сказать, тяжёлое состояние, здесь уже начнутся какие-то, я не знаю, может быть, он пойдёт на сделку с законом, то есть с Путиным, с кем там ему идти, потому что здесь у него депрессия, и он понимает, что его не просто подставили, его и не просто предали, а его продали. Его продали как вещь, понимаете? Как кусочек угля на распалку или на поддержание костра. Поэтому здесь убытки, недоразумение уже с женой и даже, может быть, развод. И здесь велика вероятность, что я не могу сказать, что это его жена, я его не смотрела, но кто-то из женщин может пострадать. Это есть. Что касается дочери, всё-таки я сейчас гляну, дали вы мне или нет, но по моим, так сказать, вот спасибо, о, тоже шестёрочка, вы посмотрите, сейчас мы её просчитаем. Но то, что я вижу по энергии, то там вероятность некого аборта. Я, ну, понимаете, как хотите под этим. То есть это некое, знаете, как раньше в Советском Союзе говорили, абортировалось. Я думаю, что женщины понимают. Да, и это есть. Итак, мы сейчас Дашу возьмём, потому что уж больно всё на ней завязано. Ну, почему не проект? О чём вы говорите? А где жена с дочкой находится? Мне, скажу честно, мне его чисто по-человечески жалко. Почему? Потому что иметь вот такой штрих-код и вероятность того, что он там останется, вот всё, как говорят, да, я делала матрицу этого, Мавроди. У Мавроди там вообще шикарная матрица, но у него точно так же идёт, скажем так, но у него обнуление, правда, у Мавроди здесь ноль. И это тот период, когда я просто уже вам показываю здесь ноль. Я не помню, какие тут у него цифры, у Мавроди, но это ноль. Затем здесь четвёрка и потом опять ноль. То есть в этот ноль люди достигают некого или дна, или, я не знаю, или поднимаются на ту высоту, входят в историю, по большому счёту. Далее его посадили, вот здесь четвёрочка. Потом его выпустили, обнуление. Ему был дан шанс всё исправить. То есть тут обнуление. Он хотел спасти людей, да, дать денег и так далее. Здесь его посадили. Он отсидел, он долго думал. А он человек, простите меня, не дурак. Он умный, Мавроди. Там ого-го, какие знания. И когда он вышел, то здесь опять обнуление. И это был шанс исправить, что-то исправить. Очень часто бывает такое у простых людей, которые проживают жизнь. Вот здесь, например, иногда бывает сразу после лет десять. Потом идёт обнуление, потом идут цифры, цифры, потом опять обнуление. То есть это всё надо из этого сделать вывод. И Мавроди тоже должен был делать вывод. То есть, понимаете, это не штрих-матрица Мавроди. Это Алексей Навальный. Дорогие мои, а то многие не поймут. Так вот, я не помню, какие цифры тут были у Мавроди. Но здесь у него был ноль. Здесь была вместо двойки четвёрка, здесь ноль. Здесь он поднимается. По четвёрке он садится, его закрывают. Потом он выходит обнуление. Пустота, как говорится. Ноль очень сильно, как бы вам, психологически давит. Потому что надо куда-то идти, а ты не понимаешь. И что случилось? Он опять начал свою пирамиду. Что случилось с Мавроди? Он обнулился. Он сел на лавку и умер. В спортивных штанах трико, помните? Ещё колени висели. Вот и всё, что случилось с Мавродей. Что касается у этого товарища, ну вы посмотрите. Я не удивлюсь, если вот это вот первые до вот этот переходный возраст у него были тоже проблемы с законом. Но вот это партнёрство, которое некоторые говорят поддержка судьбы и так далее, из-за партнёрских отношений он сел в тюрьму в 47 лет. Понимаете? Сегодня ему 47. Вот у него двойка. Он получает ещё 19. В 42. Плюс-минус 7 лет. Если вот здесь вот посчитаете, то вот эта двойка выйдет на 42 года. Понимаете? Как бы его посадили. Вообще жуткая ситуация. И то, что он не выйдет, друзья мои, это 100%. Он из тюрьмы не выйдет. Так, дайте-ка я гляну Дашу. Да, давайте-ка посмотрим Дашу. Сейчас. Секунду. Потому что мне надо записать. Чуть-чуть подождите. Хорошо? Ставьте лайки. Пишите комментарии. Так, Даша. 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 2001. Так, она будет обнуляться. Уже вот все, кто у кого 2000 года, это очень сложный период. Так, смотрим. Я вам сейчас здесь напишу, чтобы было видно хорошо, зрительно лучше видно. Извините, запятые ставить не буду. Ваше время держу. Могу и запятую поставить, если не торопитесь. Так, проверяем. Десять, восемьдесят, пятьдесят четыре. Отлично. Штрих-код, ой, число души считаем. Шестерка. Семь, восемь, девять. Девятка. Ну, девятки очень поздно как-то реализовываются, если взять. А теперь давайте посмотрим по девочке Даши этой. Да, ну, что ж ты сделаешь. Так, 2001 год. Две тысячи двадцать трети. А, смотрите. Десять лет. Двенадцать. Двадцать четыре. Тридцать шесть лет. Сорок восемь. Шестьдесят лет. Это тоже изоляция, понимаете? Но вот эта восьмерка, вернее, вот этот ноль, ей еще надо выжить, дорогие мои. Это не просто ноль. Это, я не знаю, как она будет его проживать. Карма очень сильно отягощена. То есть, если брать вот этот уровень единицы, сейчас я это увеличу, чтобы вам было хорошо видно. Ну, понимаете, это человек жил через силу и вообще, по большому счету, как растение бывает иногда. И если мы проследим вот этот период до двадцати четырех лет, то здесь, да, здесь мог быть и подъем, скажем, энергии. Она могла и институт закончить. И в целом все нормально. А потом здесь идет скачок. Посмотрите, какой скачок. А давайте-ка мы высчитаем ее возраст. Так, где тут у меня калькулятор мой потеряла? Калькулятор я. Так, так, вот он. Вот у нас калькулятор. Две тысячи двадцать третий год минус две тысячи первый, да? Двадцать два года. Опа! Смотрите, как интересно. Ей сейчас двадцать два года. Четверка. Единица – это двенадцать лет, это двадцать четыре года. Обнуление у нее заканчивается, я думаю, в двадцать два года. Но все-таки, все-таки, я бы это обнуление отнесла где-то на год 2025-2026. Все-таки она может закончиться, обнуление может именно в двадцать четыре года. Объясняю, почему. Объясняю, почему. Потому что по моим ощущениям, потому как я вижу, исходя из штрих-кода судьбы, то, во-первых, Навальный уйдет из жизни. Ну, там уже все, там ничего нет живого. И вот это понимание того, что на мне бабло зарабатывали, и девятнадцать лет получить, ну, согласитесь. Многие же ведь думают, что он там кофе распивает и с коньяком, да, по утрам. И девки к нему по ночам ходят. Нет, дорогие мои, он сидит по полной. И хорошо его там, так сказать, трансформируют. Так вот, на 2023 год у неё, смотрите, четвёрка, четвёрка. На сорок восемь лет штрих-код отца тоже двойка, но переходит на четвёрку. Посмотрите, как много совпадений. Далее, потом у неё пойдёт некий взлёт, подъём, понимаете? Это по восьмёрке. Это тридцать шесть лет, но с тридцати двух лет у неё будет идти некое обнуление. И это обнуление, я думаю, что оно будет связано, то есть вот это обнуление, вот это, но я думаю, что ей будет не до духовности. Почему? Потому что вот та жизнь, которая сейчас проходит, это, конечно, вот здесь у неё эйфория, да. То есть там деньги, я думаю, есть, есть некая неустроенность, страх, но, как говорится, всё хорошо. Мы нарабатываем программу. Знания у девочки есть, у неё есть судьба, вы понимаете, да? И судьба, вот она, видите, она запрограммирована и завязана на отце. А если взять ещё Юлю, по-моему, зовут его жену, тоже её не просчитывала, это, конечно, как-то... А теперь посмотрите, ему дали девятнадцать лет, десятка. Вот вам, пожалуйста, десятка. Я не знаю, будет ли это трагедия, но по восьмёрке это может быть всё, что хотите. Не буду в это влазить. Что она должна к тридцати двум или там к тридцати шести, я думаю... Видите, здесь у неё точно обнуление заканчивается в двадцать четыре, по двенадцатилетнему циклу. Что она должна сделать здесь? Она должна вот это вот всё привести в некую систему и сделать вывод, понимаете? Потому что люди, у которых есть вот такие вот обнуления, за них борются и высокие программы, и низкие программы. То есть здесь божественного очень мало. Божественное, может быть, было вот здесь. И по большому счёту я не удивлюсь, если вот здесь в этот... А-а-а! Так уже ж! У неё ещё не закончилось обнуление. И угроза жизни у неё была уже даже вот в эти несколько лет. Понимаете, да? Так вот здесь, если она не сделает какие-то выводы, ну, я боюсь, что это будет очень даже плачевно. По большому счёту она должна сделать выводы и, скажем, уровень жизни жить. Ну, всё равно пятёрочке очень сложно пятёркам жить. Но четвёрка, я боюсь, что она может рано или поздно тоже загреметь в места не столь отдалённые, где папа. Друзья мои, ну вот вам, пожалуйста, судьба Навального на пальцах, как я и обозначила. Зачем надо было? Зачем надо было? Подскажите мне, пожалуйста. Ну, бизнес есть бизнес. К сожалению, тут ничего не попишешь, не поделаешь. Так что тут такова судьба, как говорят шершеляфам. Да, да, в сентябре, вот вам, пожалуйста, да, Алла права. Сейчас ей 21, но она, скорее всего, обнулится ровно в 24 года. Может быть, эти вот сентябрь, может быть, и в 22. Почему? Потому что никто не ожидал этих 19 лет срок, понимаете? Поэтому обычно идёт, начинается, завершается обнуление в 22 года. Но это, ну, не знаю, здесь очень сложно, как бы я не смотрела её, так сказать, не просчитывала более, скажем так, скорпулёзно, более внимательно. Но вы посмотрите, что делается. Дальше восьмёрка. А эта восьмёрка – это агрессия ещё будет. Поверьте, там очень много будет всевозможных катаклизмов, и вот это вот обнуление, доживёт ли она до какого-то периода, хотя бы до 54 лет. Ой, ребят, ой, ребят мои хорошие, вам было интересно вот это, очень сложно это излагать. Почему? Потому что, во-первых, привести это в некую такую систему, у меня очень часто пишут нумерологи, да откуда вы что берёте? Да вас это самое, да Пифагор. Ребят, в каком веке жил Пифагор? И ещё, пользуясь случаем, если вы хотите разобраться в своей родовой карме, в роду, готовьте даты рождений родителей, отца, мамы, бабушки одной, бабушки второй, тёти, дяди, потом дальше это дети. Вот отец, мать, дальше дети, дальше внуки, дальше кто ещё приходит в род? В род, интересно. Да, род, 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 вот он. И здесь будем выстраивать... Это не та нумерологическая матрица судьбы, как делают нумерологи. Ребят, я вот эту вот систему, я её открыла только недавно. Поверьте, это работает настолько, что я до сих пор пребываю в шоке, правда. Я уже пыталась свою сделать, родовую вот эту матрицу по... Понимаете, это некая иерархия, кто первый. Кто первый в роду, кто второй, кто третий, кто пятый. Понимаете? И это очень интересно, и это поучительно, и, ну, понятно, что всё, 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 весь род, всё прописано. Дело в том, что род создаётся таким образом, он настолько гармоничен. Просчитайте, пожалуйста, того, с кем у вас в роду. Ну, это, может быть, сёстры, братья, ну, кого угодно. Кого помните, того просчитывайте. По датам рождения хотя бы выставите. Берёте дату рождения, например, десятка, вот как здесь, да, значит, будет единица. Если человек родился восемнадцатого, значит, девятка. Если пятнадцатого шестёрка, то есть по десятибальной этой самой системе, шкале, выстройте всех своих родичей, семью, в которой вы жили. Если у вас останутся какие-то пробелы, например, тройка не будет существовать, ну, нет, никого не нашли, значит, вспоминайте. Может быть, это были, вот опять идёт это слово, может, это были абортированные, может, это были умершие какие-то детки. И мы очень часто не знаем, их и не помним. Понимаете, как интересно тоже. Поэтому, ну, вы знаете, конечно, судьба работает, я не знаю, всё запрограммировано. И мимо этого, дорогие мои, никуда не рванёшь. Поэтому поживём, увидим, правда? Ну что, понятно, что ничего? Да нет, Светлана, здесь всё понятно. Давайте я кратенько сейчас быстро. Значит, так, Навальный родился 4 июня 1976 года. В 2020 году, в 2020 году он был осужден. Так, секунду, сейчас буду, беру опять калькулятор, чтобы вы видели. Опять у меня где-то он исчез. Сейчас, смотрим, 2020 год минус 1976 год. Вот, 44 года, 44 года, и он был осужден. Но здесь напрашивается 42, вот эта вот цифра. Но два года последних он очень сильно был такой задействован. Он был, вышел, как говорится, поднялся, да? И по судьбе у него идёт падение, причём падение даже вот сейчас. Вот именно его раздавили уже сейчас. Причём не кто-то, а он сам упал вот с этого пьедестала, на который он взобрался, чтобы вы понимали. То есть, 42 года ему было, как он начал бороться с властью, в 44 его посадили. Вот, 2020 год, тоже четвёрка. И здесь не надо быть, скажем-то, каким-то разумником. Что меня насторожило? Вот эта вот цифра, штрих-код. Ну, штрих-код я тут не буду вам уже показывать, это долго. 47, да? И я думаю, интересно, в 44 посадили, а штрих-код 47. Если мы возьмём 2023 год минус 1976 год, 47 лет, дорогие мои, 47 лет. Всё, человек ушёл. Человек ушёл. Но его посадили в 44, давайте считать. 12, 24, 36, 48, двойка. То есть, вот дорога. Вот он сидел-сидел вот здесь вот, как сейф, да? Вот, во-первых, четвёрки – это финансисты, они любят деньги и так далее. Вот он досидел до 36 лет, а дальше он выбрал свою дорогу. Вот она. И прямо вот перед тем, как, скажем так, перейти на 48 год, а каждые 7 лет, плюс-минус 7 лет, меняется судьба. У нас меняются какие-то события, мы куда-то переезжаем, у нас меняется работа и так далее. Даже вы посмотрите, где-то в браках, когда люди начинают, ругаются и проходит какой-то период, очень часто именно 5-7 лет. Здесь всё чётко совпадает. Всё. И вот именно на, скажем, кончается вот 48 лет. Всё. И его сажают. Но у него 47 лет. Я думаю, что он уйдёт из жизни. Ну, 25-26 год его не будет. Дочку мы тоже рассмотрели. Она родилась. Секунду. Родилась я сейчас здесь напишу, чтобы вы видели, потому что многие потом ещё зайдут, посмотрят. 6.09.2001. Вот. Вот. А это штрих-код напишу, а то у нас люди культуру могут проявить так, что, дай Боже, я иногда даже сама поражаюсь. Штрих-код. Вот 6.09.2001. Штрих-код. Вот он. 22 года ей. 22 года ей на сегодняшний день. В 23-м году ей 22 года. 12-летний цикл заканчивается в 24, но она находится в долгом-долгом обнулении. И здесь не надо искать какие-то моменты опасности в жизни. Да, может быть, были какие-то операции, может быть, были какие-то ситуации до того, как папа начал некую борьбу непонятно с чем, понимаете? Но здесь вероятность того, что и уехала она с Юлей, да, с мамой, дочкой и так далее. Кстати, было бы очень интересно даже Юлю посмотреть, но уже ладно. Поэтому, да, здесь обнуление, здесь некие ситуации, может быть, связанные с риском для жизни. Но вот это обнуление, оно может дать ещё некую славу, понимаете? Славу. То есть почёт, уважение. Она появилась где-то там на каких-то фестивалях, дипломы и так далее, понимаете? Поэтому здесь достаточно интересно вырисовывается ситуация. А после этого у неё пойдёт сейчас вот некий такой подъём. Восьмёрка. Ну, восьмёрка – это, знаете, бесконечность. Это уже проживание жизни. Вот, папа ушёл. Вот это вот вся ситуация. Ну, простите, вы на нём зарабатывали. И я об этом говорила. Не трогайте человека, пусть досидит. Может быть, его выпустят. Понимаете? А дальше, вот когда уйдёт Навальный, вот здесь лет пять-семь она будет ненавидеть всех плеваться. Это нормально для ребёнка, который может быть… Вы знаете, когда вот такая ситуация складывается, не всегда берётся за основу, или же душа, мозг понимает, насколько это больно потерять человека. Понимаете? А дальше опять обнуление. И здесь вот поэтому, если она доживёт до этого обнуления, это будет здорово. Понимаете? Но вот эта вот четвёрка тоже на конце. И здесь можно очень много, очень много можно говорить, можно как бы прогнозировать. Но я не хочу как бы давать некий такой код, к которому человек может привязаться, и могут быть какие-то не совсем хорошие ситуации. Вот и всё. Так что, дорогие мои, ну, то, что есть, то есть. Кроме того, девятнадцать лет, вот вам десятка, пожалуйста. Дочка обнуляется, по большому счёту, в эту десятку попадает. И папа обнуляется по десятке. А если мы возьмём шестёрку и четвёрку, тоже десятка. Ну, друзья мои, здесь очень... Это по большому счёту... Ну, вот я как-то спонтанно вышла, потому что меня очень как-то тронули вот эти даты, которые попались мне на глаза, и я решила вам рассказать. Я надеюсь, вам было интересно. Всё, мои хорошие, берегите себя и тех, кто рядом, правда, потому что очень сложный период, и... Ну, что делать? Они создали такие условия или создали такой информационный фон вокруг Навального, что такое впечатление, что он там сидит и ничего не делает, а только пишет, строчит, что-то там высказывается, какие-то фотографии. И на каждую ситуацию он имеет уже оттуда своё мнение, и... Ну, то, что есть, то есть. Поэтому, дорогие мои, я знаю, что меня смотрят взрослые девочки, и у некоторых вот четвёрочки есть, и некоторые чувствуют, говорят, вот что-то как-то, может, я обнуляюсь. Вы знаете, вот эта вот четвёрочка, она даёт тоже некое обнуление. Когда просто вот в штрих-коде есть ноль, да, то там уже совершенно другие играют энергией, и другие там силы работают. Там и минус, и плюс, то есть вы понимаете, и высокие, и низкие программы работают. А вот когда есть четвёрка, то здесь, как правило, работает только через подсознание. Человек начинает переосмысливать вот эту всю ту жизнь, во что он попал. И очень часто здесь может быть и потеря памяти. То есть именно идёт некое брожение мышления, понимания, переработка информации совершенно может отсутствовать. Но самое главное, что это ещё может влиять и на зрение. И тогда это, конечно, очень сложный период. Вот теперь на этом всё. Всё, мои хорошие, мира, добра, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok